Мне поступил вопрос, в чем смысл воздержания? И ответить на этот вопрос я хочу цитатой Достоевского. «Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой». Эта цитата попадает прямо в истину. Суть воздержания от анонизма и порнографии как раз именно в свободе. Отрезая щупальца своих зависимостей, мы опретаем свободу и вследствие этого получаем более качественную жизнь. Воздержание от порной мастурбации дает тебе чувствовать себя более уверенно, поднимает твою самооценку, у тебя пропадает закрытость, асоциальность, улучшается настроение, и ты избегаешь большого количества болезней, связанных с нарушением работы дофамина, тестостерона, вазопресина, окситоцина и еще разных других гормонов. Твоя гормональная система сильно страдает от этой зависимости. И то, что ты этого не знал, не уберегает тебя от последствий. Про последствия я очень часто и много говорил и продолжу говорить. Исключить все эти последствия можно только с помощью отказа от порно и мастурбации. В этом тебе поможет интеллектуальный подход, про который я рассказываю на своем сайте. Ссылка на сайт с моей книгой и закрытым каналом будет в описании. Мастурбация на порно – это невероятное зло. Одна из самых главных проблем мирового общества – это именно такая доступность порнографии. Порнография настолько сильно распространена, что, наверное, нет сейчас человека, который до 18 лет не смотрел порно. Миллионы людей страдают от этой зависимости и даже не понимают, из-за чего они страдают. Я недавно, например, натыкался на интервью молодого, достаточно успешного стримера – кореша. Человек нереально потерянный, но при этом довольно успешный. Как бы ты описал свою деятельность вообще? Блин, я не знаю, я сейчас очень сильно потерян. Потерян? Да, вообще, я не знаю кто, я не знаю, что я делаю, зачем я это делаю, я вообще не понимаю. А, ты понимаешь, что сейчас в рамках жизни этого момента? В рамках жизни, да, очень тяжело. Да, я не помню, когда было легко, когда я понимал, что я хочу, я не помню. Но, типа, с каждым разом меня отпускает, потом опять начинается какая-то яма, блядь, из которой не могу выбраться уже полтора года. Но ты в итоге выбираешься по опыту своей жизни? То есть у тебя, типа, есть подъемы и падения? Да, да, есть, но всегда ощущается как-то стабильных уехов. Какая-то тоска у меня постоит. И я не знаю почему. Хроническая. Хроническая тоска больше негативного вайба несет. А можно сказать, что она никак не объясняется? То есть, типа, она просто есть всегда с тобой? Абсолютно. Но изначально, мне кажется, с лет 13 начало появляться такое... Все его симптомы, это просто набор идеального дрочера с большим стажем. Апатия, нежелание жить и что-то делать, постоянно какая-то депрессия, использование антидепрессантов. И самое важное в этом всем, что человек даже близко не понимает, что это все просто потому, что он зависимый наркоман. Он зависим от интернета и, самое главное, от порнографии. Он, как и большинство людей, считает, что смотреть порно это нормально, и в этом ничего такого нет. А потом такие люди просыпаются в 30 лет, ходят по психологам, психотерапевтам, убиваются алкоголем и просто теряются по жизни. Это все следствие образа жизни, на который очень сильно влияет порнография, мастурбация, из-за которой у вас просто будет меняться гормональный фон. Поэтому обязательно вспомни этот видеоролик, перед тем, как в очередной раз потянешь свои руки в трусишки. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, обязательно оставляйте комментарий в черной слоне. Так я пойму, что это видео вам понравилось. Ставь лайк, подписывайся на этот канал, подписывайся. И помни одну очень важную вещь. Быть слабым – это выбор. Пока.